ну продолжаем наши разговоры о домах комментарии вот пришло 35 комментариев про 10 дом интересно прямо начинается такого комментария который год хочу бросить работу который меня недостаточно кормит в кавычках но она настолько общественно значима моей местности что чувствую ответственности понимаю пользу приносимую людям не бросаю вот эта вторая сторона десятого дома социальная ответственность обычно очень часто десятый дом рассматривают как карьеру только социальное положение очень здорово зависит от уровня человека я говорил о том что десятый дом это активный ум причем ум в таком смысле ведь он в отличие от сердца он понятие общее сердце очень конкретно сердце очень избирательно любит что-то очень конкретно когда работает он он видит мир шире не индивидуально поэтому активный он в каком-то смысле действует во имя бога уже сам по себе он понятие более космическое сердце более земное понятие ум более космическое поэтому здесь активный ум это обязательно какое-то чувство призванности предназначенности несет на себе ответственность десятом доме солнце венера сатурн на раху меркурий марс всегда голова полна идей да конечно десятый дом это идея которая работает в мире не просто чистая идея девятого дома идеях идущий в ход то есть это активный действующий ум три планеты в десятом доме водолея счастье в труде а тут не просто в труде маленькая тонкость труд может быть и в шестом доме а вот ощущение водолея ведь наверняка ощущение значимости того что ты делаешь дает такой высокой значимости водолея высокие замахи это удивительно хорошо не было бы генеральше возможно не было бы и генерала многое зависит от спутницы но это вообще тема совсем другая да действительно очень часто спутник помогает тебе сделать карьеру и даже не конкретно своими действиями а вот то что ты женился ли вышел замуж за этого человека подталкиваете включает какую-то энергию карьерная но эта тема совершенно другая влияние сенастры на судьбу человека тут очень интересный вопрос скажите мне пожалуйста можно ли обучаться дистанционно еще как можно заходите на сайт академии академии астрологии левина там все описано дистанционное обучение нет никаких проблем а вот интересно заполненный десятый дом но мне 40 лет и нет до сих пор никакой реализации тут какой момент мне тоже приходилось встречать заполненный десятый дом некоторых картах во первых там может быть планета стоит во включенном знаке это не дает реализации сразу же осложняет во вторых десятый дом это все-таки активная деятельность ума для реализации нужна еще и воля и условия как это говорит кришна арджуне делай что ты должен а результаты приноси мне то есть вообще говоря вот мотивация которая есть она десятого дома призывает человека творить призывает человека реализовать свои идеи реализовать свои импульсы если только нету не включенный знак включенный знак он просто уводит все в глубину в подсознание создают проблемы для выхода на поверхность если не включенный знак дает активные идеи но там нужно еще кое-что нужно еще желание и воля отряда работает десятый дом дает активную мысль а нужно еще активное сердце и только знать и уметь еще хотеть и что самое главное воля делать а все равно результата зависит от бога результаты говорит кришна приноси мне может быть в этой жизни вообще не дано реализоваться если в десятом доме черная луна и белая луна идут друг за другом но наверно им там тесно черная луна повышает потребность в значимости скором идей вот как одна студентка егиня такая мастер йоги говорила для меня важна социальная значимость того что я делаю вот это тоже вкус десятого дома не просто делать не просто иметь успех но это зависит от человека у человека совсем простого для него десятый дом мало что значит кроме брака например есть люди для которых любая деятельность социальная обязательно связана с карьерой там еще не дорастают до понятия самореализации а вот уже когда уровень повыше там конечно уже обязательно с реализации себя как личности в мире дело которое ты делаешь не просто для себя дело которое ты делаешь в мире и для мира в россии жизненная суть женщины десятый дом дом главной жизненной цели все еще определяет где браком как интересно тут я не согласен 10 дом это не дом главной жизненной цели это дом к как бы человек хотел жить в обществе а и в мире какой образ жизни он для себя выбирает какой образ реализации в мире он себя выбирает не обязательно главная жизненная цель цель может быть многообразно поместите все планеты в четвертом доме чек реализуется ради дома ради семьи Их цель – это жить в семье, реализовать себя прекрасной матери, совсем не обязательно десятый дом. Цель определяется совокупностью факторов, и там большое значение имеет и Юпитер, целеполагающая планета, и положение Солнца, как проводника духа, и, конечно же, узлы, как решение жизненной задачи. Поэтому цели у разных людей разные. Десятый – это, скорее, идеальный образ социальной жизни, жизни среди людей и в мире. Откуда такая статистика? Ну, я могу сказать так, мимоходом. Конечно, когда работаешь с картами великих людей, можно ошибиться хотя бы потому, что не всегда время точно. Но вообще-то мимоходом скажу, что у меня 13 тысяч карт в базе, посчитанных только собственными руками. Я не говорю о картах великих людей, картах собранных там. Вот есть такие базы данных огромные. Вот только 13 тысяч карт, которые я проконсультировал. Иногда вкратце. Не каждая консультация полноценная. Кратко что-то о родителях, о том, о сём поговоришь. За такое время набираешь опыт, набираешь статистику, потом начинаешь анализировать. Это сейчас очень легко сделать. Берешь по базе, запускаешь поисковик. Он выбирает все карты Солнца в 10-м доме. Начинаешь наводить статистику. Вспоминаешь, соответственно, клиента. Пишешь. Так что сейчас с появлением компьютеров статистику навести нетрудно. Астрология — это дисциплина субъективная. По трактованию. В то же время ее метод математически точно обоснован. Насчет субъективности астрологии. Астрология очень многообразна. Смотря что вы делаете. Смотря что вы изучаете. Можно, например, прогнать астрологическую статистику по положениям, там, вот, тип мышления. Можно говорить, что субъективно, а можно взять параллельно психологические тесты. И посмотреть, какое соответствие между объективно тестированными людьми по типу мышления и астрологическими конфигурациями. Например, Меркурий по знакам. Конечно, много очень в интуиции астролога, но я могу сказать, что она не субъективна и не объективна. Есть еще третья точка зрения, о которой автор не упомянул. А именно абсолютно. На любой предмет можно смотреть трояком. Можно смотреть с точки зрения внешнего наблюдателя. Это объективная точка зрения, когда ты смотришь на предмет, как на объект. Субъективная, когда что-то происходит в самом тебе, и ты наблюдаешь как субъект. Внутренний процесс. Вот это субъективный взгляд. Но есть абсолютная, когда ты смотришь не с точки зрения на равных, а вот как бы с центра галактики. Посмотреть сверху, как весь процесс виден. Так вот, астрология позволяет это. Вот я, например, когда изучаю процессы общемировые, социальные, или когда смотрю на жизнь человека в целом, хочешь не хочешь, приходится подниматься над процессами, смотреть сверху. И астрология позволяет, это очень мощный инструмент. Астрология влияет на людей не более чем на 30%. Если сказать точнее, по знакам зодиака, стихиям, небесным телам, можно сказать или понять об индивиде лишь кое-что. Дело в том, что люди могут перебороть звездную предрасположенность, как болезнь. Ну, что я могу сказать? Насчет 30% можно сказать кое-что. Знаете, когда говорят, что вот можно сделать то-то, то-то, автор говорит скорее о себе. Вот я могу сделать то-то, то-то, и думаю, что нельзя сделать больше. Ну, приведу пример. У меня есть один друг, столер. Ну, ведь вы знаете, что столер смотрит на плотника свысока. Помните еще? Ты, каштанка, супротив человека, как плотник, супротив столера. То есть столер себя чувствует умельцем на порядок лучше плотника. Вот один мой столер знакомый сказал, я вот недавно обнаружил, что плотник – это тоже очень круто. Я увидел, что можно сделать топором. Ну, вот деревянные дома на йоге без единого гвозда церкви – одним только топором. Поэтому говорить о том, что можно, чего нельзя, это зависит от умения. Могу сказать, что очень опытному астрологу и грамотному удается о человеке сказать зачастую значительно глубже, чем даже психологу. Вот приведу только один пример, хотя таких примеров огромное количество. Когда я приехал в институт психологии познакомиться, ну, я пригласил поговорить с замдиректора института, к сожалению, ныне покойный Владимир Дружинин. Подошли его сотрудники, я говорю, давайте сядем за компьютер, я вам покажу, что я умею. Вот давайте мне данные любого из ваших людей, которых вы знаете, из сотрудников. Я людей видел первый раз. И я вот, глядя на экран, только ввожу данные, и начинаю рассказывать о человеке. Знаете, чем кончилось? Мне предложили провести курс лекций за деньги для аспирантов и преподавателей. Люди оценили, что можно сделать. Это психологи, профессионалы, кандидаты, доктора наук. Понимаете? Так что говорить о том, что кое-что, скорее, автор все-таки говорит о себе. Еще другой пример. К нам на занятия пришла девочка, наша студентка, и привела. Это старший курс был, где уже трактовка идет полная. Привела своего молодого человека, с которым она собиралась дальше строить жизнь. Психолога профессионального. Вот он сел. Мы только первый раз его увидели, но и стали ему, ну, с его разрешения, естественно, взяли его данные, построили, стали ему рассказывать о том, как он строит отношения с женщинами. С разрешения, в присутствии его невесты. Ну, она умница, астролог, она все понимает. Минут через 20 он сказал, вы, он встал, сказал, вы, астрологи, страшные люди. То есть мы описывали такие нюансы, которых психолог, с первого взгляда, без глубокого тестирования не опишет. Так что я могу сказать, астрология – невероятно богатый, сложный, мощный язык, который позволяет человека видеть очень глубоко. Ну, насчет преодолеть свою предрасположенность, у меня есть беседы на эту тему. Можете зайти в баланс ТВ Левин, и там среди бесед, в том числе, можно ли подчинить себе звезды. Когда говорят, что я вот могу преодолеть звездную предрасположенность, если вам удастся перестроить свою нервную систему и сменить тип нервной системы, тогда да, конечно. Вы понимаете, что сменить тип нервной системы – это значит изменить тип тела. Я уже не говорю мышление поменять, эмоциональный тип. В Евангелии сказано, кто из вас, стараясь, может прибавить себе росту хотя бы на локоть. Вот если вы можете прибавить себе росту хотя бы на локоть своими усилиями, ну что ж, да, тогда вы можете преодолеть в какой-то степени звездную предрасположенность, или хотя бы часть ее. В остальных случаях это только разговоры, это самообман. Ну что ж, продолжим потом дальше. Хорошо, о Десятом Доме поговорили чудесно. Благодарю вас за внимание. Приглашаю, да, вот. Хотите познакомиться с тем, что действительно способна сделать астрология? Не общий разговор и кое-что, а действительно глубина. Приходите учиться к нам, потому что нигде в других учебных заведениях, по крайней мере, в нашей стране и ближайших окрестностях, вы такой глубины и детальности не получите. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok